здравствуй товарищ да именно ты который писал мне что вот по этой дороге значит на пузатерке на девяточке ты пролетишь у нас сегодня есть рено сандера с довольно таки неплохим клиренсом платформа b0 как у лады x-ray вот ну а я сзади поеду на подстраховки на своей niva travel итак погнали посмотрим докуда он сможет добраться посмотрим проходимость моноприводного автомобиля и вот его начинают таскать вот его начинают таскать меня тоже кстати говоря вот 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 об этом я друзья и говорил вот начинается стащила машину в колею вот он перевалился через камень тут и и и шлифует шлифует и выезжают и выезжают для меня это не не преграда здесь еду не напрягаясь спокойно даже не буксую а у него колеса шлифует уже начинается вот здесь вот подъем в гору подъем глинистый вот его таскает меня не таскает я еду абсолютно спокойно колесами не шлифую резина зимняя зимняя резина у него сейчас вот же нюанс вот 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 смотрите вот все вот ему уже здесь становится очень тяжело подниматься а для меня и вот я спокойно еду вот все все друзья вот и не знаю сейчас он сможет туда заехать или нет но он уже буксует он уже буксует давайте я вам это покажу выйду из машины так ставлю на ручник значит сейчас вы увидите так едет встал ну-ка попробуй вперед-то еще немножко а побольше газ так стоп стоп сейчас тогда используем систему спасения подложим ленты и ты по ним дашь дашь разгон дашь разгон по ним вот применим сейчас средства спасения вот ребята тоже вы спрашивали вот вы дождались этот момент когда можно испытать нашу системку вот сейчас в легковом варианте мы с вами пройдем тест вот этот вот значит в легковом варианте так достать достать сначала надо чтобы расчехлить ее у нас вот значит иду иду на помощь ну легковая система она выглядит немножко по-другому я уже это показывал ну вот вам на экране привожу изображение то есть там только будут вот эти вот ленты и два тросика им вот смотрите так три немножко назад сдай я тебе сделаю полосу разгона то есть ты по ней сейчас стартанешь и сможешь как бы дальше двигаться так стоп стоп достаточно чем вот так вот кладем ленты о по максимально близко сейчас делаем полосу разгона для него так и вот так все троса лучше снимать таких случаев в общем сейчас ты едешь вперед как бы ну газ побольше и да газ побольше и тебе вот для разгона и ты должен уже выехать сейчас посмотрим как эта дорожка сработает все да 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 куда сможешь давай вперед вперед так по видите как и все видите как это легко как легко он это сделал а ведь встал встрял вот сейчас посмотрим как дальше там он то есть главное вот видите философия легкового набора дать толчок вот снегу вот зима скоро точно так же подложили даже колесу не надо закрепить в легковой версии это тоже предусмотрено когда вы закопались я не знаю на сегодня будет такая возможность такой вариант испытать но в любом случае вы видите что насколько насколько это легко а вот сейчас он вот сейчас он встал ну а ты товарищ комментатор значит смотри как сейчас есть здесь проеду я ленты мы убираем которые отработали прекрасно в очередной раз вот так вот значит и вот сейчас я поеду по этим же следам на ниве так блин блин я забыл закрыть багажник вот так вот смотрите смотрите как это делает как это делает как это делает нива и берет ленты вот я то есть не включаю ни пониженные ни блокировки ничего просто первую скорость и мы спокойно просто вот так вот едем запищал ремень надо его пристегнуть ну не важно в общем видите да то есть я спокойно без всякого букса вот залезаю в эту горку вот а вот он встал ну а я сбоку проеду вот то есть вот вот друг вот тебе вот тебе наглядно как бы жалко что ты не смог сюда приехать как я тебя просил мы посмотрели как ты бы тут ехал в этой ситуации вот вот видите пожалуйста так ну что надо опять зарылся вот сейчас рывочек еще один и вы и вот сюда прямо да сюда выруливай на эту дорогу там наверно будет лучше так давай чуть назад чуть назад и для рывочка тебе еще раз кинем кинем спасалку вот так достаточно нормально вот так вот сейчас мы опять разместим вещь незаменимая на самом деле кто вот любит на природу выезжать можете просто-напросто не беспокоиться вот я подложил вот он сейчас поедет все вперед вот и видите сами дорожка опять сработала газ газ побольше 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 давай 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 тут видите еще Какой нюанс Машину не надо мучать С этой системой Не надо мучать дифференциал Вот он едет Вот здесь уже более-менее твердо То есть вот немножко надо было И все И он пошел Так Вот Зацарапался И И едет Едет дальше Система Вот она у нас лежит Сейчас я ее немножко В лужу Сполосну в сумку И дальше поедем Вот так вот О Моется Легко Ну и штука Архинадежная Что в легковой версии Что во внедорожной Во внедорожной Вы еще помимо этого Имеете металлические ответные части Это я Уже много раз показывал А кто впервые смотрит Выглядят они Следующим образом Вот они лежат То есть Благодаря им Можно имитировать лебедку Это вы в рекламном ролике Вы видите Кто еще не видел Которую я запущу Вот смотрите Значит вот они Вот они Вот они моются Кажется простое устройство Но эффективно Очень эффективно Очень эффективно В большинстве случаев Вот для наших русских условий Это Еще раз повторюсь Штука просто Просто незаменимая Даже в заснеженном дворе Деревня Так Вот так вот это все У нас упаковывается В сумочку Сумка Не промокаемая То есть Слегка сполоснули Можно и споласкивать Потом помыть И сумку И системку И Застегиваете Молнию Зачехляете Вот Даже Одной рукой Вот так Вот так вот все Ну и В багажник ее Поедем дальше Для Легковой системы Сумочка Шьется Из такого же Ровно Из такого же Материала В общем Все Получается В принципе То же Самое Но без Металлических Ответных частей Так Поехали дальше Ну а теперь Смотрите Я Сдам назад Вот Вот так вот И Поеду Вперед Вот сюда вот Вот товарищ Видишь В чем разница Моноприводного Автомобиля На Зимней резине Сейчас вот Который Едет Так Впереди И Полноприводного Автомобиля На АТшке Всесезонки Так Вот здесь вот Автомобили С меньшим Клиренсом Вот тут Вот уже Не пройдут Лужа Проходит Стандера Достаточно Глубоко Благодаря Своему Клиренсу Немаленькому И Выехали Мы На Поле Вот тут Ему Тяжеловато Ехать Но Пока Еще Пока Еще Ничего Страшного Прорубается Тут Вот он Пузом Уже Чирканул И Вот Вниз Я думаю Что он Ехать Не рискнет Так Друзья Тут у нас Проблемка Дальше Походу Дело Для Сандера Путь Заканчивается Потому что Очень Большой Бугор Вот он Сейчас Вперед Так Аккуратно Аккуратно Стоп Чуть 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 Еще 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 Стоп Стоп О стоп Так Чуть 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 Вперед Аккуратно 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 О стоп 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 Тут дальше Ему уже Все Не пройти Будет Тут Слишком Слишком Большая Колья И дальше Она Она Становится Не лучше Че Все Давай Назад Тогда Давай Назад И Разворачиваться Тогда Вот Видите Тут Тут Все Стоп Стоп Сейчас Тогда На разворот Вот Здесь Вот На поле Тогда Заезжай Вот Сюда Вот Вот Сюда Да Прямо Заезжай Туда Передом Сейчас Назад Еще Сдай И передом Туда Вот Сейчас Маневр Разворачиваться Будем Ух Ай Он в колее Встал Ему Не развернуться Здесь Будет Е-мое Вот Так Так Ладно Ух ты Он закопался Стоп 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 Не надо Не надо Не надо Копаться Сейчас Он Закопается Передними колесами Стоп 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 Не надо Не надо Не надо Не копай Не копай Не копай Колья Здесь Вот она Сейчас Я тебе Дорожку Сюда Проложу И ты Выедешь Вот Сейчас И прыгнешь Сейчас Мы ему Поможем Сделаем Вот Тут Он Чертил Тоже А у Нас Запас Гигантский Под пузом Еще Остается То есть Опять Достаем Нашу Системку Сейчас Мы ему Сделаем Сделаем Хорошо Так Сейчас Немножечко Ты назад Можешь отъехать Ты все То есть Стоит Да Так Ну ладно Вперед Есть Маневр Вот Вперед Я сейчас И сделаю Тогда Ага А не надо Не надо Сейчас Я думаю Что Все будет У нас Нормально Вот смотрите Значит А почему Ну вот тебе Вот этот Вот А Бугорт Этот Да он Слушай Так-то Вроде Не сильно Большой С этого С ускорением Ага Ну Ты сейчас Вот попробуешь По дорожке Аккуратненько Да Вот Вот мы Сейчас Это исправим Этот Ну что мне руля-то давать Да Сейчас По этой самой По ленте Вот так вот По ленте Ты выедешь Туда И вот Так Ну да Вот сюда Мне главное Вот этот Телесор Главное Выскочить Из коленей Сейчас Сделаем Во Вот сюда Короче Вот так Вот Попробуй Аккуратненько Колеса Не поворачивай Вперед Вперед На ленты Сейчас Так Стоп 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 Ленты съехали Немножко Давай Пробуй Теперь выехать Сюда Вот сюда Вот И у него Видите Как все это Легко получилось Вот Вот друзья Вот вам Видите Вот сейчас Он оставит здесь Машину И мы пойдем В лес А я вам покажу Как я проеду На Ниве На Ниве Вот Вот тут Для нашего Неверующего Фомы Покажу Какой дождь Оставляй вот видите как мы проехали это место легко и сейчас едем просто вниз по этой раскисшей дороге по колеям по этим опасным и там мы развернемся и пойдем в лес и там вот конца и на разворот там раньше была деревня раньше была деревня сейчас ее нет вообще нет ничего из не следа не осталось этого места удивительно что есть дорога дорога я здесь лесники потому что ездят охотники лесники места такие зимой здесь дорога оживает не искать искать лес ну и в общем то вот мы проезжаем многополучно все места так и нам на сейчас надо развернуться развернуться кстати он березки растут здесь зайти попробовать 500 ну и вот тут вот мы с вами сделаем поворот большие камни разворот вопрос где его делать вот вот интересно вот вот там поворот или все-таки да или это слушай не знаю сейчас посмотрим что как еще хер да 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 здесь наверное все таки мы развернемся вот тут не зря вот как раз вот на углу вот она вот она вот она это место вот здесь вот мы будем разворот наш так чёрт в лес будем заходить не стоит тут делать нечем надо бы туда к елкам ну туда обратно да да там елки я как мы хотя бы можем увидеть похоже на рыжий и начать в этом роде береза сейчас человек сейчас эти учатые товарищи все отошли а камень объехать надо большой вот так вот он так проскочил да 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 бокам вот так вот мы ехали тут уже все для сандырика здесь тут лучше не да тут просто поиснет я не знаю и сейчас не будет не сделать вытаскивать на галстуке ну система то она тоже тут поможет но легковой вариант здесь уже будет бессилен здесь внедорожный нужно будет ответные части использовать на легковушках тоже можно но с оговорками потому что у них у легковушек во первых нет понижайки во вторых эти самые арки узкие да там между колесом и аркой мало места вот поэтому как бы есть ограничения но использовать без крепления колесо с ответными частями вполне можно чтобы допустим какую-то ямку переехать туда ответную часть вы положить как бы поднимается получается выравниваться дорога ну как классический сент-трак у нас это будет работать эта конфигурация то есть да тогда да поэтому люди бывают спрашивают и покупают для легковушек полнофункциональную версию что там побольше это на бордюр даже вот заехать я уже это показывал тоже вы в этом рекламе увидите она тоже помогает сильно вот так так что что вот эти мы сегодня на легковушке без этих самых без креплений колесу то есть оно все это и так прекрасно работает а уж если завод закопался если пун дальше там начал копать яму вырыл там бы уже возможно да потребовалось бы но и то не факт так что так что вот но как это работа одна газель я уже показывал опять же в рекламе то есть газель моноприводная и там это все нормально ну а мы вот видите как бы едем без напряга то есть видишь товарищ может хорошо что-то сюда на девяточки не приехал чтобы тут с тобой было я тебя вытаскивать не стал бы уговор такой был так что вот ладно пойдем в лес приехать чем сейчас поедем на выезд посмотрим как это как это получится сейчас он с этой поляны должен выехать я вперед проеду чтобы показать вам момент выезда может сейчас придется ленты там опять подкладывать подальше встану подальше встану так вот мы пойдемте смотреть как сандера будет уезжать с поляны сможет он тут сам выехать или опять придется нам подкладывать лент конечно в убор такой прям прям нехороший так сам выехал отлично и вот он едет видите тут он только только проходит губой губой уже вот чирка достает так стоп-стоп тут вот так все поехали поехали на выезд я вперед так договорились вот так лучше конечно ему вперед что я сейчас сбороню тут все колею но открой чтобы видно вам было поехали так сандырик тоже стартанул едет 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 нормально едет пока пока едет лужи лужи ну пока гребет хорошо так сейчас он пропал так он пропал сел что ли пошел ребята пошел ребята пошел да все сел по ходу дела сел сел по ходу дела сел 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 ну вот о чем я вам и говорил то есть друзья монопривод это монопривод вездеход это вездеход и это разные вещи вот он закопался а где он закопался неизвестно сейчас посмотрим ну что все просто с коллеги скинул и все и себе ну все ну вот так чуть-чуть назад тогда дай не дает вообще не дает вообще не дает вообще просто взял ну-ка попробуй по этот сам покопать я посмотрю ты можешь куда-то двигаться или нет вторую ленту да вытягивай сумка она тоже у тебя там да ага ну что попробуем как он сам сейчас посмотрим двигается так назад назад он на пузо сел так ну что сандерик висит на пузе в этой ситуации то есть колеса крутятся крутятся в воздухе да и мы будем сейчас его домкратить короче вот пригодятся сейчас ответные части как раз таки вот один из вариантов то есть я поддомкрачиваю и под ленту у него подкладываю вот эту ответную часть тогда у него будет соответственно возможность отсюда сдвинуться в общем сейчас домкратим автомобиль вот он как бы вывешивается и подставляем ответную часть под ленту тем самым увеличивая машины дорожный просвет чтобы машина не садилась на этот бугор вот но в общем то и все план такой здесь вот когда вы на пузе у вас выход есть вот этот отказ так ну что все в принципе наверное высоты хватит там машина тоже вот она с этих с рычагов там сошла вот мы подкладываем вот вот все сейчас этот ленту она легла на эту самую на ответную часть ровно вот так вот вот и опускаем вот все опускаем вот 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 смотрите видите насколько машина сейчас поднимется сейчас вот он опустит она уже не в яме да она уже не в яме она уже на твердой как бы ровной поверхности и сейчас я его сейчас он отсюда выйдет я его на буксир скорее всего что возьму и и будем ехать на галстуке ну сколько сможет сам проедет ну да подъем вот то есть вот она как раз сантиметров на семь приподнялась вот сейчас будем выезжать давай сейчас чуть назад вот так 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 вот стоп а да 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 там сейчас посмотрим да вот она вылезла все значит слушай давай-ка попробуй назад туда лупануть сейчас вот да вперед и и теперь со всей дури Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Во, все получилось. Так, сейчас, значит, вот он, видите, вот он сидел на этих самых, на рычагах. Ну что, трос я применил. Сейчас поедем. Готов! В общем, короче, сейчас едем. Сейчас я немножко подерну тебя. Вперед. Опа. Так. Чуть-чуть. О, пошел. Так, еще чуть-чуть назад. О, сел крепко, а, смотрите-ка. Сейчас. О, пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел, сандырик. Идет, идет, идет. Отлично. Да, ребята, вот он присел-то здесь капитально, конечно. Что тут говорить. Присел он тут, друзья, капитально. Очень тяжело сейчас его было сдергивать отсюда. Ну, мы справились. Ну, мы справились. Сейчас гору его затащу. И все. И все. То есть, вот сегодня вы наглядно, так скажем, увидели, как вот едет монопривод там, где спокойно проезжает Нива. И увидели возможности легковой версии системы спасения. То есть, если не злоупотреблять, то есть не ездить там, где едут внедорожники, вот, то в большинстве случаев вы выедете. Если же у вас клиренс не позволяет, вот так вот вы развесились, то есть тут у вас уже, соответственно, надо будет подкладывать, вот так домкратить, системку подкладывать, ленты. Если ответных частей нет, соответственно, подкладывать ветки, палки, которые вы в лесу сможете найти, и выедете. В этом случае ленты дадут опору, опорную поверхность, как сэндтрак она будет работать, и вы выедете. Ну, а если едет внедорожник, вы цепляетесь просто вот так вот на буксир, и выезжаете, и выезжаете из всех вот этих вот дебрей нехороших. Я же говорю, с дивана все выглядит значительно-значительно проще, а в реальности, когда вот вы в такой ситуации оказываетесь, почему я и пересел на внедорожник, вы уже, значит, в реальности, опа, можете испытывать вот такие вот трудности. Вот сейчас сэндера нормально прошел. Так, тащу его, тащу, 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 тащу. Сейчас его перетащим. О, все, отлично. Я здесь приседаю. Какой, ребята, монопривод? Что вы говорите? Какой монопривод? Когда сейчас вот размесили еще здесь дорогу, обратно-то вот ехать. Если он обратно бы не выехал просто-напросто отсюда. Вот в разрезике. Сейчас вот ему надо аккуратно идти, что он и делает. Вот. И все. И вывез я его на глину. Здесь вот тоже вот. Тут меня таскает. Его тем более. Это все сложно, ребята. Это все непросто. Потому что почвы разные. Есть каменистая, агравийная вот дорога. Да, она как бы даже при наличии луж, она проезжая вполне. Если нет серьезных геометрических преград. А если глина вот такая вот, то вы здесь уже будете себя плохо чувствовать. Ох, тяжело ему сейчас там ехать. Вот. Тоже вот. Я уже чувствую, вот напряглась у меня. Напряглась тропа. Динамка. Вот здесь вот с горку-то ему выходить. Ох, ох, ох. Как тяжело идет. Ох, как тяжело идет. Ох, последние метры. Последние метры. И Сандера эвакуирован. А товарищу на девяточке пришлось бы пешком идти. Да ладно, уж вытащил бы. Приехал бы так. Приглашаем в гости. Ничего, спасем. Выручим. Мы же не звери. Ну вот. Все. Да, я думаю, на галстук взять было решением правильным. Я бы отсюда не выиграл. Слушай, а систему спасения мы там, что ли, оставили? Конечно. Я бы что-то пищу-то, блин. Ё-моё. Ну придется назад мне тогда сейчас. Вместе съездим тогда. Я вот потом подумал, что разгоняемся туда сгоняем. Ну все, обратно тогда. Я еще тормозу тебя. За системой спасения. И едет, и едет. Да, конечно, я не чувствую. Я тебя тащу, да и тащу. Я-то попищал. Ага. Думаю, блин, установись там, знаешь, обратно хоть пешком сходим. Я тебя тащу, да и тащу. Мне... Ну чувствую, вроде там напряглось чего-то. Думаю, наверное, присел, дай-ка я навалю побольше. Не, перестань, я местами смотрю, вообще мне бы не выскочить. Не, 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 там... Это если я вниз вот туда ехал, ничего, хорошо, а в гору, нет. Это дело такое. Здесь я тебя вот здесь волоком тащил уже практически. Так, ну что, друзья, вернулись мы, все забрали. И вот здесь, видите, вот сидел Сандера. Сандера, вот он, сел на рычаги, с этой стороны больше. То есть я сейчас просто по этому месту проеду, а вы посмотрите, как здесь пройдет Нива. Вот он накатал, ну отсюда мы вытащили, дальше он вон там стал сидеть. То есть вот, вот я его сдергивал. Вот так вот, ну ладно, вот, короче, смотрите. Вот так вот, вот так вот. Ну все, видите, вот, друзья, я вам напоследок продемонстрировал в том же месте, как это делает Нива. И на этом говорю вам, товарищи, до свидания. До новых встреч на канале. И, соответственно, до новых сюжетов. Все, пока. До новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Обращайтесь по телефону, который сейчас вы видите на ваших экранах Либо по электронной почте, которая также появилась на экране Актуальные цены на систему спасения смотрите внизу в закрепленном комментарии Доставку товара мы обеспечиваем в любой регион России и ближнего зарубежья По льготным тарифам